Доброе утро! Доброе утро, проходите, пожалуйста. Представьте нам вашего друга. Здравствуйте, это наш казахстанский, как вы видите, актер, его зовут Абона Энде Буэзе. Очень приятно. К нему можно также обращаться. Дэниел, это нормально, у него есть второе имя. Дэниел. Дэниел. Очень хорошо. Дэниел, замечательно. Как давно вы работаете в казахстанском кино, интересно? Я уже работаю в Казахстане 25 лет. 25 лет? Дэниел, 5 лет. А, 5 лет. Мне послушалось 25 лет. А вам понравилось сниматься в казахстанском кино? Да, конечно. Это хорошо. В каких фильмах вы снимались? Первый – это «Супер Баха» и «Чемпион». Потом «Стас» и там «Дорога домой». «Дорога домой». Скажите, а вообще в смысле, это у вас в смысле страсть к актерству? Или вы действительно получали актерское образование и профессиональным актером являетесь? У меня актер – это как талант. Талант? Нет, это как мой талант. От природы? Я работал здесь. Замечательного человека вы к нам привели, Сакен. Здорово просто. Да, вы правы. Дэниел уже находится 5 лет в Казахстане. Он приехал сюда из Лос-Анджелеса. Самое главное, что именно здесь, в Казахстане, он смог открыть свои действительно актерские таланты. И у него получилось. Сакен, в последнее время на экране, на казахстанском экране, ну, как мне показалось, в основном превалируют фильмы комедийного жанра, да? Но вот фильм, скажем, «Дорога домой» позиционируется как драма. Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, это такой жанр, который обычно не является популярным у публики, но на самой премьере мы убедились, что это не так. Премьера у нас была в Астане, и одновременно мы смогли показать наш фильм во всех городах Казахстана одновременно. Вы знаете, мест свободных не было. Мы были очень удивлены сами. Оказывается, драма – это востребованный жанр. Фильм о том, как человек понимает место семьи в своей жизни и понимает, что главнее, о ценностях. Конечно, этот фильм оправдает зритель, и если он сходит на него с семьей, я думаю, он не будет разочарован. Хорошо, здорово. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам в Казахстане? Понравилось ли вам? Да, мне нравится Казахстан. Полюбили нашу страну? Люди, и как человек, как мои друзья, как санжал, манист. Санген, скажите, пожалуйста, какие интересные моменты во время съемок на площадке были? Да, конечно. Один из наших актеров, Санжар Мадиев, о котором только что шла речь, должен был проскакать на коне, подраться с своим соперником, упасть демонстративно в речку. Мы, естественно, для этого наняли специального человека, каскадера, который умеет кататься на коне. При этом Санжар не так хорошо владел на тот момент конной ездой, но, тем не менее, он отказался полностью от услуг каскадера, вскочил на лошадь, сам проскакал по этой речке, сам упал, невзирая на то, что это было очень опасно, там мелко торчали. Это рискованно, очень рискованно. Да, но он сказал, что это очень сильная сцена в фильме, и если ее сделаю не я, это будет неправильно. Ну, все бы так к своей профессии относились, да? Замечательно. Но все равно осторожность не помешает. Конечно. Спасибо вам большое, ребят, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо. С добрым утром вас еще раз всех. Спасибо. И чтобы в нашем кино и в ваших жизнях с нашим кино связано, чтобы все было светло, ладно, хорошо. И главное, зритель, 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 чтобы успех, 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 успех. Только это. Снимайте на благо. С добрым утром. Спасибо. С хорошего вам дня. Спасибо. А вашему вниманию, уважаемые телезрители, наша постоянная рубрика «Инновации КЗ».